Здравствуйте, меня зовут Лола Наталья Игоревна, я врач-ортодонт в сети клиник для детей и взрослых премиум класса Dental Fantasy. Дорогие родители, сегодня я бы хотела обратиться к тем, чьи детишки дышат ртом. Начнем с этиологии, да, с того, что вызывает такую проблему. В первую очередь это наличие лор-патологии у детей, такой как аденоиды, полипы носа, риниты, хронические синуситы. Также различные травматические повреждения или врожденные аномалии, такие как искривление носовой перегородки. Что происходит у детей, которые дышат ртом? При открывании рта форма верхней челюсти начинает меняться за счет отсутствия отрицательного давления в полости рта. Верхняя челюсть в норме в форме полуэллипса. Что происходит при открывании рта? Верхняя челюсть в боковом отделе начинает сужаться, соответственно, не хватает места для прорезывания постоянных зубов. Язык при открытом рте начинает проникать между зубами и как мощный мышечный орган расталкивает зубы, наклоняет их вперед, образуя между зубами промежутки. У детей формируется так называемый аденоидный тип лица. Что происходит? Нижний отред лица увеличивается, рот открытый, верхние резцы лежат на нижней губе. Соответственно, лицо ребенка становится негармоничным, некрасивым, что даже может повлиять на насмешки над ребенком в школе. Как вы видите, такая проблема комплексная, вызывается целым рядом причин и, соответственно, приводит к сериловому ряду последствий. Лечение такой аномалии достаточно сложное и заключается, в первую очередь, в правильной диагностике. Соответственно, подход к лечению такой проблемы должен быть комплексным. То есть лор-врач и врач-ортодонт. На что еще влияет открытый рот и ротовой тип дыхания? Не только на формирование прикуса, не только на формирование лица, но также и на осанку. У детей, которые дышат ртом, осанка меняется. У них сутулятся плечи, они наклоняют голову вперед для того, чтобы проглотить слюну. То есть уже пастуральные проблемы возникают у такого ребенка. Также влияет, как мы говорили, уже на психологические моменты и даже на обучаемость ребенка. Почему? Потому что при открытом рте оксигенация крови, то есть наполнение крови кислородом становится меньше. То есть такая кровь, хуже обогащенная кислородом, поступает в голове. И уже научно было доказано, что у детей, которые дышат ртом, концентрация внимания, обучаемость хуже, чем у детей, которые дышат носом. То есть целый ряд проблем, прикус, осанка, обучаемость, лицо, психология получают за счет того, что ребенок дышит ртом. Естественно, подход к лечению таких детей, как мы уже говорили, должен быть комплексным. То есть должен лечить лор-врач и врач-ортодон. В клинике Дентал Фэнтези мы используем комплексный командный подход к работе с такими детьми. Лор-врач подбирает правильную терапию и влияет на этиологию заболевания, то есть на то, что ее породило. Соответственно, лечение аденоидов, будь оно консервативным или хирургически. Врач-ортодон подбирает правильные аппараты для коррекции прикуса ребенка и, соответственно, формирования правильного гармоничного лица в будущем. Мы работаем в комплексе вместе с врачами-педиатрами, с лор-врачами детской клиники Фэнтези. Поэтому, если вы хотите для ребенка правильного комплексного лечения, можете обращаться к нам в клинику. Будьте здоровы! Чтобы записаться к нам в клинику на прием, нажмите на эту кнопку. Узнайте больше о том, как сохранить здоровыми зубы ваших детей. Подпишитесь на канал Дентал Фэнтези ТВ или выберите следующий видеоролик для просмотра. Стыдно признаться, но в стоматологию меня привела пятилетняя дочка Саши. Она так и сказала, папа, не бойся, там зубные феи. Феи там действительно были. Они ценят ответственную команду опытных врачей. Современное оборудование. Отличную диагностику. Эффективное лечение.